добрый вечер дорогие друзья и подруги друзей не менее дорогие у нас сегодня большой праздник прямо фейерверк потому что у нас в гостях во всех степенях народный артист александр васильевич панкратов черный еще народной южной осетии по поутру я уйду отсюда про каваре каваре подари мне эту ночь все громче музыка играй мир к баре друзей встречай сегодня что-то леонтьев не получается у меня к вам сразу вопрос вот про детство вы послевоенный человек вы выросли достаточно в глубинке в большой ну как пришло в голову стать артистом вы скажите мне но потому что в моей деревне не было ни радио не электричество и раз в месяц привозили кинопередвижку так ну и вся деревня вся значит смотрела кино вот и я полюбил кино и значит решил значит справочник киномеханика сельского прочитал что режиссер сделает кино в основном работает с артистами вот я так и поставил задачу сначала стать артистом так а потом идти в кинорежиссуру почему нижний новгород вас понесло учиться вас про чем туда мама хотела чтоб я был военным потому что все ее братья были военные дедушка тоже ну все репрессированные были на алтай попали вот и мама хотела чтоб я был военным она всегда говорила санка иди военные одежка казенная кормежка потому что голодно было да и зарабатывает хорошо когда это самое значит заболел дядя у мамы брат ее старший был реабилитирован отсидел много лет в лагерях вот кстати с георгий степановичем жжоновым сидел тоже 58 да 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 враги народ был врангелевской офицер да и вот это мы она поехала в казахстан он когда его освободили он в казахстан поехал вот в темиртау она поехала его навестить и сестра моя зиночка говорит санька пока мамы нет беги в артист и она знала ну и те деньги которые мама оставила она мне передала вот я в артист и поступил скажите вот я когда читал сегодня все ваши биографические дела вот вы очень везучий человек да подбором вы случайно с высоцким познакомились и как-то что-то поменялось вы с истигнеевым вдруг познакомились будучи еще ребенком а потом в гаграх сыграли в 64 году он приехал маму навестить свою в нижний новгород вот но и его пригласили со студентами встретиться а меня выгнали с этой встречи потому что я ну из деревни смотрю когда мода была это хиппи там самые битлз битлз и все длинноволосые и я тоже отрастил но живое стигнеев я в первый ряд сел но он уже звездой был большой великий уже был уже известный а это плюс театр современник ну да вот те времена да самое интересное значит и стигнеев директор был строгий у нас виталий саныч левский играет мальчик подстрижешься тогда придешь а сейчас пошел вон из зала при стигнееве это при стигнееве я дверь приоткрыл весь весь вечер его слушал он часа три выступал а потом когда он вышел все там бросились автографы брать все и я подхожу плачу мне 14 лет а вот я евгений саныч вы меня простите я подстригусь он меня под руку в угол отводит играть как зовут я говорю саша сашка знаешь директор у вас в театральном контраст не любит я говорю какой контраст но посмотри на меня я я лысый а ты сидишь первом ряду слушайте ходит такая история что когда-то вас подвозил домой высоцкий после таганки и показал вам на какой-то дом и сказал вот когда-то саня ты здесь это правда это правда при пришли мы с витя швед у меня был друг царство небесное он учился на кукольном факультете вот от тетя соня его было директором вагон ресторана нижегородец поезд поезд давала нам мешки продуктов и мы на вокзале ночевали вот ну на курском и ходили по театрам по московскому вот а на каникулах почти 10 дней каникулов жил в москве в на вокзале потому что денег не было доехать до мамы там все но далеко алтайский края и самое интересное значит смотрю коля бурляев стоит сейчас мой друг близкий валера николаевич он был администратором театра тогда знаю такую мы со студенческими билетами он выбрасывает на выход у нас для дипломатов на сутками очереди стояли же попасть и нет не пропускает ну и витя швед говорит я в ермоловский поеду а ты горчу здесь будешь стоять не пускают же я говорю а вдруг как-то пропустят и смотрю колька бурляев стоит в каком-то военном белом полушубки он тогда снимался в военном фильме и с ним девочка молодая хрупкая потом когда мы познакомились подружились это было ира роднина немного не мало трехкратный олимпийский чемпионка десятикратный чемпионка мира и вот этот самый коля стоит я говорю николай я студент театральное училище будущий актер вы его не знали то есть вы просто на любом то я говорю может быть как-то протолкнешь меня туда он когда я сам высоту жду не знаю проведет не я говорю какого высоту он горит высота ну и вы 10 дней подросли мир был спектакль да выбегает высоцкий колька быстро парень а ты чур рот разъянул давай он подумал что вы с ними дом конечно компания стоим рядом и вот так я попал на таганку позакончился спектакль думаю надо поблагодарить это по старой таганке значит там такой полуподвал и уборщица там значит что-то моет полы я говорю тетя артисты еще не ушли да вот сидят там гримерки выпивают но наказала где гримерка я прихожу там боря хмельницкий ваня бортник володя высоцкий вот я говорю владимир семенович спасибо вам большое за спектакль так ты разве нисколько был просто вот познакомились откуда ты я говорю из нижнего новгорода в театральном учился о коллега налейте парню вот так подружили а потом я в армию попал после в гека сразу меня забрали на двадцать восьмом году уже не имела стихи был как говорится перед советской властью чтобы до сплавили назовем за перевоспитание то я в таманскую дивизию попал кончаловский андрон меня значит брал на сибириаду и вот из армии я вышел боря хмельницкий организовал стол в это на улице горького тогда сейчас тверская вот от отмечать мой выход из армии ну значит крепенько посидели вот высоцкий был тоже но вся компания а потом пойдем говорит это самое к интуристу сейчас интуристы не там снесли эту гостиницу там всегда таксисты стояли а время уже позднее было но ночь вот но и такси дефицит тогда был да и вот идем к такси по улице горького вот и володя говорит сашка ты куда тебе ехать вот у меня не копейки они сбросились все ягода я говорю городок моссовета это за венхо до старое общежитие да там комендант же мне по старой памяти койку выделил и вот идем и он говорит а чё тут там-то ягода в общежитие койку выделили от чуть а квартира нет я говорю нет и как раз у дома 9 а сана останавливаемся останавливаешь шуряка придет время и ты будешь жить в этом доме все ха-ха-ха горит и не надо ржать будет жить в этом доме и вот в этом подъезде первый подъезд ну думаю шутка шутка вот а потом судьба так сложилась пришел лем климов председателем союза кем-то график вот узнал что я без квартир и все нашел выход бывшая дворницкая на третьем этаже в этом доме а там жила сицилия линишна из рохи киноинженер царство небесное двадцать лет в лагерях отсидевшие и уже ей 86 лет в дом ветеранов кино и и не берут по что там не буду называть фамилию человек по вине которого расстреляли всю ее семью стукач вот и и лим узнает что вот старушка без присмотра все одинокое вот и узнает от ляли шагаловая для личка за ней ухаживаю нужно потому что сицилия линишна уже не могла ходить в магазин но 8 но да да и вот он ее устраивает или им туда а мне дает эту дворницку вот вы конечно снялись в абсолютно гениальных фильмах но мы мой самый любимый это 10 лет без права переписки ну полегче полегче с корнем рвешь а я ванну таки притаранил ваша узнаешь а то думаю будет какое дерьмо плавать ходит такие слухи что в этом без ноги ведь и когда мама да ваша смотрела она поверила что вы правда без ноги и испугалась когда она увидела что нет ноги сыночка да кто ж тебе ее отрезал на весь кинозал скажите ну все-таки мы из джаза вечер в гаграх это шедевры это какие-то невероятные вещи а я думал что вы очень музыкальный человек оказалось что не очень выучили вместе с режиссерами с кареном сидим с кареном доме кино в ресторане и я говорю все карлина я ухожу из кинематографа карен как раз запустился с мы из джазов и уже кинопробы снял вот и он говорит саш дальше твой друг приехал бурдуков ему подыграть надо колбаской как колбасе твой друг саши панкратов будет у меня пробоваться подыграй ему и вот мы друг другу хитро причем импровизация была совершенно не по сценарию вот вот так я попал в мои джаза вот меня утвердили ну класс граждане одесситы много уважаемая публика последний раз проездом их села шишиги монте карло перед вами выступают популярнейшие куплетисты гори сальди билли мольди граф толстой неоднократно утверждал что вся наша жизнь это прямая железная дорога у нас есть один вопрос который мы задаем его всем это единственный вопрос который мы задаем всем вот представьте на секунду с кем бы вы хотели посидеть поужинать может выпить я не знаю поговорить из людей когда-либо живших на этой земле может их уже давно нет но вам бы хотелось поговорить но со стегнеевом конечно да да с наумовом хотя наумов не любил ресторан и вот с евгением санычем мы шалили на эту тему однажды значит закончились съемки едем едем в это в ресторан тверскую и перед мостсоветом евгений санч за рулем и мы под разворачиваться через две сплошных линии милиционер стоит глаза так и стоять милиционер подходит этот лейтенант жене открывает окно лейтенант к тебе повернул спросить вы то вот а ведь на это ладно александр василич я хочу вам сказать одно что мы вас безмерно любим просто безмерно спасибо друзья у нас гостях был большой великий русский артист спасибо вам